Считается, что техника, собранная в Европе, гораздо надежнее, чем та же, пришедшая из Китая или Кореи. Ярлычок с Диона в Китае считался антизнаком качества, такие вещи старались не покупать. Но оказалось, что российской сборке домохозяйки боятся еще больше, чем китайской. На самом деле, страна происхождения телевизора или стиральной машины не имеет почти никакого значения. Завод корейской корпорации LG Electronics расположился на 50 гектарах чуть южнее подмосковного города Руза. Его строительство началось еще в 2005 году. Сейчас задействованы два корпуса, еще три в процессе строительства. Здесь производят телевизоры, компьютерные мониторы, холодильники и стиральные машины. Именно эта техника LG, продающаяся в России, сделана на этом заводе. На нескольких конвейерах происходит сборка жидкокристаллических и плазменных телевизоров. В ходу все диагонали, кроме совсем больших. Огромные панели выпускают малыми партиями прямо в Корее. На сборку одного телевизора уходит несколько минут. У каждого человека за конвейером свой уникальный набор деталей. Кто-то подключает единственный провод, кто-то ввинчивает нужный винт. Часть этих деталей производят в России. В основном это простые комплектующие, вроде корпусов, кабелей или несложных микросхем. Матрицы и процессоры везут из-за рубежа. Разницы в качестве российского и корейского корпусов покупатель просто не заметит. Наши заводы работают на импортном оборудовании и по мировым стандартам. В любом случае от 30 до 100% деталей проверяются, прежде чем попасть на конвейер. После сборки начинается процесс прошивки в телевизор микропрограммы, затем автоматическая настройка и проверка показателей матрицы. Ее проходит каждый экземпляр. При малейшем отклонении от нормы телевизор убирают все ленты и отправляют на замену дефектные детали. В конце конвейера контролер внешне проверяет каждый экземпляр. Нет ли сколов, царапин, все ли винты на месте. Только после этого новую панель запаковывают и отправляют на склад. На этом жизнь телевизора на заводе не заканчивается. Из каждой партии не меньше 3% товара проходит дополнительное тестирование. Их помещают в специальную комнату с температурой воздуха 40 градусов, где телевизоры проработают неделю. За это время их проверят скачками напряжения, разными типами сигналов и разной громкостью, протестируют все функции и разъемы. Если хотя бы один экземпляр не пройдет тест, вся партия будет отозвана со складов на полную перепроверку. Все телевизоры из этой комнаты попадают в продажу. Узнать, проходила ли ваша покупка этот тест, практически невозможно. Но в одном можно быть уверенным, это будет очень надежная панель. Есть и более серьезная проверка качества. Телевизор накрывают пакетом и сутки держат в рабочем состоянии при температуре 60 градусов. Иногда у них даже плавились корпуса, но поломок не было. Перед тем, как запустить на заводе в производство новую модель телевизоров, из Кореи привозят пробную партию из 20 штук. Ее всячески проверяют, и при нахождении каких-то недостатков, наши инженеры собственноручно пытаются выявить и решить технологическую проблему. В соседнем корпусе собирают бытовую технику, стиральные машины и холодильники. В отличие от телевизоров, холодильники имеют больше российских корней. Они могут на 60% составить из отечественных комплектующих. Импортные только компрессоры и системы охлаждения. Все остальное наше. Например, стеклянные полки делают в Саратове, а металлические кожухи прессуют прямо здесь. В процессе установки деталей, кроме совсем маленьких, участвуют по несколько человек. Все делают максимально аккуратно. Готовый холодильник с дефектом нельзя починить и вернуть на линию. Их утилизируют. Самые ответственные моменты – спайка медных трубок, по которым потечет фреон, и заполнение пустот специальной жидкостью, которая при нагревании превращается в теплоизолирующую пену. Пена из каждой новой партии также проходит проверку на соответствие изолирующим характеристикам. Как и телевизоры, холодильники проходят стресс-тесты при высоких температурах и резких скачках напряжения. Корпуса не должны плавиться, а от металлических деталей не должно быть током. Высокоточные датчики проверяют систему охлаждения, выявляя даже микроскопические утечки фреона. Любая аппаратура, будь то телевизор или холодильник, должна быть полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Это обязательное требование не только российских, но и мировых стандартов. Вся продукция завода проходит многоуровневую проверку, такую же, как в Европе и Азии. Вне зависимости от качества сборки, неисправная или ненадежная техника ни за что не попадет в магазины, поэтому не имеет большого значения, где собран товар. В Германии, Корее или России.